слава иисусу христу слава иисусу христу слава господу спасителю продолжаем прямой эфир вот сегодня ночью такие включения делаю которые озаглавил я вчера вечером еще делал я их озаглавил как именно столетие трагедии 1917 2017 года эту ночь 7 на 8 ноября в общем то мы вспоминаем ту трагедию которая разыгралась на нашей земле до ровно сто лет назад произошел такой военный переворот очень трагические события произошли которые впоследствии уже в 30-е годы были названы так вот великой октябрьской социалистической революции вот такая была официальная формулировка по крайней мере и значит вот это событие очень сильно повлияло на на ход даже скажу мировой истории я сам как христианин как священнослужитель я провожу семинары вот по истории христиан истории церкви и конечно говорю и об этой трагедии потому что в истории христианской церкви в истории христианства это событие тоже стало очень таким ну-ка сказать судьбоносным дело в том что господь благослови господи благослови нас в этом в этой декоммунизации сознания а то что произошло сто лет назад это поворот истории мировой истории действительно а до того до 1917 года до вот этой ночи и все что потом произошло большевистским в основном большевистский был переворот в основе своей массе ленин троцкий и иже с ними совершили вот это вот злодеяние так вот что произошло раньше допустим но без божия всегда было в истории человечества так или иначе атеизм даже библии говорится сказал безумец в сердце своем нет бога но знаете ли да одно дело когда в сердце своем там безумец мысли так вот что нет бога это одно ленин говорил сто лет назад что революция это в первую очередь атеизм они считали и ленин и троцкий и иже с ними с одноком впоследствии этот значит и все вот кто были возле него считали что революция в первую очередь это даже не пушки и винтовки революция это не водка и погромы или что-то еще нет они считали в первую очередь революция это атеизм и в общем-то революция столетней давности она нет хотя конечно были попытки безусловно призрак коммунизма бродил по европе мы знаем из манифеста компартии еще те кто помнят да со школьной скамьи мы это изучали манифест ком партии и там как раз и говорится призрак бродит по европе призрак коммунизма и вот этот призрак он зашел к нам и как там кто-то мж ванецк или кто-то мы сатириков говорит зашел к нам это не думает уходить вот но маркс считал что допустим в его стране вот будет это все значит в германии это все рабочий класс исполнит этот мировой мировой пожар зажгет энгельс вот и наверное единственное в чем он с марксом не соглашался он считал что это будет не в германии а в англии его что именно рабочий класс значит английский доведенный до отчаяния фактически значит до нищеты крайней он тем более британской империи она была планетарного масштаба империи не слыхан и не виден до того в истории по размерам вообще по всему по влиянию своему и он поэтому считал что это будет английский рабочий класс который вот именно раздует мировой пожар планетарный пожар коммунистический значит и смена будет эпохи но насчет истории показала что кстати в англии даже неверующие историки вот современно допустим историки даже признают что благодаря вот духовному пробуждению неслыханному пробуждение в англии вот начало двадцатого столетия как раз именно революция не состоялась а так принципе к этому все шло то есть если там слова ленина формулировка его такую универсальную предреволюционной ситуации кто помнит применить что англии действительно переживала на тот момент такую предреволюционную ситуацию верхи не могли по старому управлять уже низы не желали жить по старому в общем то это была пороховая бочка достаточно было кому-то чиркнуть но слава богу что христиане молились пусть их было так не так много было в англии таких возрожденных именно духовных христиан но они молились за волос молились за англию все молились о духовном пробуждении и грянула великое пробуждение в англии она была очень ярким пусть она была недолгим она была очень ярким и очень сильно изменила ситуацию в Великобритании вот и по так или иначе аухнулось это пробуждение по колониям так же по всему миру фактически потому что английская империя это самая великая в истории человечества империя и по времени своего существования и по территориям охваченным этой империей даже британцы говорили что солнце никогда не заходит над землей ее величества действительно потому что в каждом часовом поясе были земли Великобритании были земли колонии Британии величайшей империи ничего не скажешь англичане создали величайшую империю в истории человечества но вот это пробуждение которое очень ярко 100 лет назад больше чем 100 лет назад оно произошло в Англии именно в шахтерских этих районах в нищете которые кроме пьянки, гулянки, мордобоя и футбола ничего не знали фактически и вот там великое пробуждение знаете ли это настолько Уэллс был потрясен Англия была потрясена этим пробуждением тысячи и тысячи людей каялись рабочие, простые шахтеры каялись церкви переполнены на улицах служения молитвы люди исцелялись массово освобождались от бесов это было неслыханное зеление Духа Святого я думаю, что здесь конечно молитва христиан о духовном пробуждении но даже те, кто молились они были в шоке честно говоря они были в недоумении и даже судя по поведению лидеров этого пробуждения или тех, кого считают лидерами этого пробуждения мы так чисто по-человечески считаем они сами честно говоря я так понял недоумевали и не знали что с этим делать потому что это была явно инициатива Бога Бог взял инициативу в свои руки и изливал на Англию Духа Святого Своего это была милость Божья потому что призрак коммунизма он надвигался на Англию и если бы там вспыхнула пролетарская революция уже больше 100 лет назад то тогда бы действительно не просто Советский Союз или что-то еще образовался бы не просто империя зла образовалась бы нет это был бы действительно мировой пожар безумия и французская революция и русская революция показались бы просто детскими забавами даже китайское безумие Мао Цзэдуна и культурная революция и прочие все остальные революции показались бы просто детской шалостью в сравнении с тем что могло бы быть это ну я думаю что любой здравомыслящий человек более-менее знающий историю значит согласится с этим выводом который сам собой напрашивается потому что взгляд на историю тем более библейский взгляд он верующий должны это точно понимать что Бог помиловал Англию я Богу благодарю за Англию Богу благодарю за то что Он тогда спас планету от этого безумия но но дух этот нечистый он искал безводные бесплодные места и Германия Германия в какой-то степени была готова Англия уже была не готова для принятия этого духа духа нечистого потому что пробуждение Германия к сожалению тоже себе подписала приговор когда чуть позже Англии было изделение духа святого может не в таких масштабах как было Уэлси как не было в Англии но тоже было в Касселе сто лет назад было пробуждение тоже духовное но кто помнит из вас знаменитую Берлинскую декларацию те понимают что в этой декларации 1909 года Германия подписала себе смертный приговор духовно тогда к сожалению то великое пробуждение которое начало изливаться на Германию было чисто по-немецки пунктуально очень четко и лаконично было ну по сути уничтожено это пробуждение искоренено и было заявлено так вот на самом высоком политическом религиозном уровне что значит это пробуждение не для Германии вот такая история была значит только лишь две страны похулили Духа Святого так вот на самом высоком религиозном политическом уровне Германия даже это сделала вот на таком ну де юре вот и Российская империя сделала это еще чуть раньше в 19 столетии но об этом я в лекциях своих семинарах по истории христианства об этом подробно рассказываю сейчас время эфира и это не семинар конечно по истории христианства по истории церкви но я лишь напоминаю некоторые такие события предшествующие событиям драматичным 1917 года и Дух этот искал места безводные бесплодные потому что бесам действительно далеко некомфортно там где есть излияние Духа Святого там где есть духовное пробуждение но опять-таки духовное пробуждение приходит тоже не на пустое место приходит на молитву приходит на определенное делание жертву определенную и в Англии допустим мы можем вспомнить ну не знаю хотя бы даже можем вспомнить кого значит Уиклифа того же самого старшего современника Яна Гуссовича вспомним других многих делателей которые действительно совершали великие вот такие акты Англия была первой страной в мире издавшей Библию на своем родном английском языке знаете ли в условиях вот такой вот ой системы религиозной такой безумной тогдашней это было действительно подвигом великим такой национальным подвигом даже вот и конечно на костер люди шли да мы знаем в Англии за чтение Слова Божьего за право читать Библию на своем родном английском языке да молились и когда даже верующие многие не от хорошей жизни из-за гонений были вынуждены покинуть предела Англии Майфлауэр и дальше пилигримы пересекающие океан колонии уже в Новой Англии впоследствии переросшие даже в новую нацию родившие новую нацию под властью Бога США и это Соединенные Штаты Америки это конечно было чудо тоже планетарного масштаба действительно величайшее чудо историческое геополитическое чудо которое можно быть сравнимо только лишь разве что с библейским чудом рождения государства Израиля о котором мы читаем Библии просто действительно Божье вмешательство вот и руководство геополитикой на земле вообще интересно конечно когда мы с Библией в руках смотрим на то что было то что есть и то что будет конечно действительно мы паки паки что называется непрестанно снова и снова в благодарности к Богу молимся и благодарим Бога за милость Его за благодать Его слава Иисусу Христу и то что было дамы и господа братья и сестры то что было в бывшей на территории бывшей Российской империи сто лет назад это действительно вакханалия бесовская это просто перечитывая снова и снова перечитывая материалы свидетельства очевидцев того времени сто лет назад что были в то время и описывали эти все события знаете ли человеческий разум нормальный разум нормальная психика отказывается верить в реальность что это все возможно но ужас в том весь что все это было на самом деле что это не бредни знатели каких-то сумасшедших киносценаристов маньяков там может быть голливудских каких-то таких извраченцев которые фильмы ужасов какие-то допустим выдумывают и экранизируют как бы знатели к сожалению это не фильмы ужасов не фантазии маниакальные это реально и в реальной жизни произошло то что ни одному значит знатели больному человеческому воображению не подается просто-напросто представлению потому что вообще впервые в истории человечества со времен еще значит вавилонии великой со времен еще вот того вавилона отступнического шумера цивилизации вавилона шумера и акада вспомним тамузу вспомним значит там значит семирамиду вспомним значит вот то время библейского столпотворения будем так говорить когда вот согласно еврейской энциклопедии интересно вот как раз объяснение вот тех вот событий далеких уже от нас казалось бы да описанных еще в книге в первой книге библии еще в бытие вот царство Немрода и Немрода описывают как ну по сути антихриста антимессию антихриста как именно вот того человека который против бога и задумал человечество тогда не такое уж и многочисленное как вот сейчас допустим но человечество потомков Адама и Евы отвратить от создателя отвратить от бога впервые возникают культы вавилонские шумерские аккадские которые за место бога истинного вот ставят ложные божества придуманные и это конечно очень страшное было время но да я понимаю что со времен вот Немрода этого антихриста первого на планете знаете ли много было попыток разных и дальше углублять это нечестие культы рождались там культы тогдашние вавилонские это культы богородицы там царицы небесные матери божьи там значит древнейшие культы которые затощили до Иисуса Христа до нашей эры уже полным цветом цвели это Астарта Ашера Аштаров Кибела Диза Вирга Патитура Шингму и прочее это Короче это Изида это Артемида там Эфесская то есть ну это все много других было всевозможных таких экспериментов в христианстве уже культ возник уже впоследствии с 4 не извиняюсь с 5 столетия уже узаконенный культом святых умерших Богородицы уже Марии как Богородицы уже не Астарта там значит не Ашеры значит не значит Марии уже как Богородицы ну в принципе хрен редьки не слаще это уже как бы уже действительно просто те же самые культы сатанинские просто переименованы трансформированы вот так вот значит переделаны перекрашены но то же самое то же самое нечесть и Вавилонская до наших дней дошедшая вот и много всего остального религия по сути готовила дорогу для коммунизма значит вот именно религиозное заблуждение я имею ввиду значит религиозный оккультизм я имею ввиду и религиозное мракобесие я имею ввиду инквизиция готовила дорогу для КГБ для значит ЧК НКВД значит инквизиция унесшая тоже миллионы жизней готовила платформу морально-этическую духовную идеологическую и даже в ремесле палачей как мне назвать не знаю назвать это даже вот значит такую практическую такую подготовку к воцарению ужасов значит ЧК НКВД КГБ пред зловещей тенью которых знаете ли которые значит и гестапо и все что знало человечество просто отдыхает знаете ли нервно курит сторонки как говорят еще так вот и конечно как вот протеерей московский отец Александр Борисов писал в своей книге побелевшие нивы размышления русской православной церкви он писал что мы сами как православная церковь мы готовили дорогу для коммунизма и потеряли Святую Русь и вот по сути продвинули саму идею как бы и создали Советский Союз вот значит я так перефразировал сейчас его слова так вольно но значит но действительно я с отцом Александром согласен Борисовым в этом отношении с этим протеереем мудрый человек и знаете ли и старой московской интеллигенции и много что видевший и слышавший и знающий и знаете друзья действительно вот сто лет назад как нам говорили еще в Советском Союзе в школах в институтах везде нам говорили что мы советский народ мы советский народ и нам говорили что характеристика советского народа и вообще главное там и чудо в чем как бы собственно Особенность советского народа, мы народ многонациональный, из разных народов нашей земли, наций разных, мы создали один новый народ, новую общественную формацию, нам раньше говорили, которой раньше никогда в истории человечества не было. Новая общественная формация, народ атеист. Знаете, интересно, в природе такого народа не существовало никогда. Я говорил сегодня о вавилонских заблуждениях, о многих других религиозных отступничествах человеческого рода. Со времен Немрода и дальше, знаете ли, человечеству присуще, значит, такое отступление. И вот это Эцерара, как евреи говорят, или же, как христиане говорят, значит, первородный грех или злое начало, как вот в иудаизме. Но, ну, как не называют, а хрена резки не слаще. Это, в принципе, одно и то же. Вот это злое, что в человеке со времен того отпадения, что в человеке произошло, значит, змей, который беседовал с женщиной, это как бы одна проблема, говорят, да? Змей, который уже в самой женщине, уже в самом человеке, это уже другая проблема. Зло, которое уже не просто ведет переговоры с человеком, а которое уже поселилось в их человеке. Вот это вот зло само, опасное самое. И вот Библия говорит об этом очень подробно. Знаете ли, историю этого зла, развитие этого зла, как снежный ком, оно шло от первой семьи еще, где уже дети совершили убийство, брата убийства. Да и любое убийство на этой земле, на этой планете, это брата убийства, потому что все мы, люди от одной крови, созданы от одной крови для обитания по всему лицу земли. Это ясный как Божий день для тех, кто Библию признает как именно Божье Слово. Я таковым являюсь, я верую, что Библия это есть Божье Слово, Божье Откровение. И поэтому для меня это все настолько ясно и четко и понятно. Вот. И есть только одна раса людей, одна общность, это люди. Люди, созданные Богом, дети Божьи. И благодарю Бога, что действительно Господь нас создал и родил на этой земле и рождает на этой земле от одной крови. Есть великий Божий интернационализм. Знаете ли, коммунисты взяли идею саму интернационала, то есть Библии тоже, взяли идею интернационализма именно из Священного Писания. Просто красный интернационал, коммунистический, безбожный интернационал, это такая злая пародия на Святой интернационал, на Божий интернационал. И Святой Божий интернационал это действительно библейски осмысленная общность человеческой расы, человеческого вообще бытия. И бытия здесь на земле всего сущего. Святой Божий интернационализм это свойство, это то, что присуще человеку мыслящему, гому сапиенс, да, человеку, гому сапиенс, гому религаре, еще можно сказать, человеку религиозному, человеку доверяющему Библии. Потому что если мы доверяем Богу, если мы доверяем Библии, то именно как Божьему Слову, то это, знаете ли, по умолчанию в нашем разуме, в нашей душе святой интернационализм, Божий интернационализм. Поэтому с Божьим интернационалом. Иначе можно продумать как-то там, даже гимном спеть это, слушайте. Мне это нравится идея. Я об интернационализме Божьем много говорю, значит, в семинарах своих по истории христианства. И, конечно, я рассказываю и о вот той дьявольской пародии, что сто лет назад возникло, дьявольский интернационал, значит, сатанинский интернационал коммунистов. И это страшно очень, конечно, знаете ли. Вот, святые отцы, древние еще отцы церкви, как-то сравнивали не раз. Я уже читал это много раз, как бы, и встречал, и встречаю у отцов в церкви древних сравнение дьявола с обезьяной Бога. Ну, как бы, пародия. Ну, знаете, такой пародист, как бы. Обезьяна, как мартышки очки, да, вот. Есть очки, вот, значит, как бы, и, ну, не знаю, что с ними делать. Просто мартышничает, просто, значит, обезьянничает. И вот, ну, конечно, интересно, что действительно какие-то дьявольские пародии в истории есть. Дьявольские такие карикатуры, страшные карикатуры. И вот на святой божий интернационал дьявол придумал такой дьявольский интернационализм. Сеющий вражду, убийство, геноцид. Просто, ну, страшно. Официально, по самым скромным подсчетам, свыше 100 миллионов жертв, когда мемориал открывался, значит, в городе Вашингтоне, жертвам коммунизма, то историки, мировые историки, признавали, что в своих выступлениях, что самое минимальное, что они могут, значит, отметить, количество жертв коммунистической тирании на планете, это 100 миллионов жертв. Российские ученые, многие с этим не согласились, и китайские, и другие ученые заявили, что это настолько явно заниженные цифры, как минимум 150 миллионов человеческих жертв невинных, вся вина которых была лишь в том, что они принадлежали к определенной нации, к определенной культуре, определенному сословию политическому, религиозному, держались определенных вероучений и так далее. То есть, это люди, не совершившие уголовных преступлений, убивались, расстреливались тысячами, миллионами, это люди, не совершившие каких-то там других нарушений, это люди, которые просто действительно попали под раздачу такую, и по мысли кремлевских, допустим, или иных их сатрапов, селекционеров таких, знаете ли, выглядели так неудачно, значит, и подлежали просто-напросто искоренению, физическому уничтожению, потому что требовалось вывести новую породу, так, грубо говоря, человеческую, гому советикус, человек советский. Ради этого кремлевские селекционеры у нас депортировали целые народы, объявляли врагами своими, врагами коммунизма целые народы, и подлежавшие искоренению, просто-напросто физическому искоренению. Депортация многих народов, значит, Кавказа, значит, там, крымских татар, там, и других народов, это немцев, это действительно показывает, вот, саму сатанинскую сущность. Первое концлагеря, декрет Ленина о концлагерях, значит, о котором я тоже рассказывал в семинарах по истории христианства, это можно более подробно в моих семинарах послушать, вот, где для ликвидации, был подписан совнаркомом, значит, впервые в истории человечества закон, такой человеко-неналитнический закон о концлагерях, для ликвидации классового противника, то есть, вся вина людей, которых надо было истреблять миллионами, вся вина этих людей была лишь в том, что они принадлежали, родились в определенном классе общества, допустим, просто принадлежали по породе своей, по родословию своему, допустим, к интеллигенции, принадлежали, допустим, к дворянству, принадлежали к купечеству, бизнес такому, их, допустим, я родился, к примеру, допустим, если в семье, допустим, дворянской, я еще даже не знаю, где лево, где правая рука, я еще совершенно, вот только родился, еще даже младенцев убивали, значит, и, знаете ли, морили голодом, холодом убивали, вот, и это в Аханале продолжалось просто, действительно, террор красный, это страшно, когда, значит, там Деникин назначил в свое время первую, насколько я знаю, первую комиссию по расследованию злодеяний коммунистов, то, значит, вот эти вот исследователи, они настолько ужаснулись, у некоторых психика просто не выдерживала, вот, некоторые исследователи, эти ученые, адвокаты, там, они просто, ну, были на грани нервного срыва, в общей сложности насчитали, как минимум, миллион, семьсот тысяч, больше, чем полтора миллиона за первые годы советской, первые, там, несколько лет советской власти, просто-напросто искорененных, убитых, ни за что людей, это, ну, чисто так вот, ну, как бы, естественно, логично, это не подается, вот, обычной человеческой моралью, психикой, не подается осознанию даже, как это может быть вообще, знаете ли, коммунизм, он рождал новую мораль, согласно которой, вот, все прежнее, что знало человечество, порой пересматривалось, и многое, что обычный человек, нормальный человек, природно, уже, естественно, считает моральным, коммунисты посчитали аморальным, и наоборот, то, что человек всегда, как говорится, гомо сапиенс, сколько живет на земле, считал это, допустим, аморальным, значит, коммунисты это обвели моральным, и наоборот, то есть, ну, вот так вот, конечно, страшные вещи происходили и происходят, значит, и потому что последствия этого ужаса до сих пор призрак этот, как вот, кто-то там из сатириков, там, говорил, что призрак коммунизма зашел год к нам, говорит, и не думает уйти, не думает уходить, ну, так и есть, знаете ли, действительно, если кто не верит, приезжайте в Москву, вот, зайдите на Красную площадь, и вы все поймете сами, вот, несмотря на перемены определенных выписок, там, и прочее, вот, несмотря на, там, последние эти десятилетия, там, казалось бы, там, смену идеологии, там, значит, религиозность, такая определенная, налет религиозности появился на этом сатанинском, таком, знаете ли, знаке, но, однако же, все на месте, все, как этот Тальков, что ли, Игорь пел, как раз, лысый, вот, лысый в мавзолее, вот так вот, так что, а что поменялось, вот, идея, вот, и так дальше пойдем, идея, то есть, гениально был, конечно, и актер, и поэт, и композитор, и, значит, и исполнитель, да, жалко, конечно, Игоря убили, вот так вот, ну, конечно, да, правду матку резал, будь здоров, вот, и у нас обычно не любят тех, кто так правду матку режет, да, вот, и, конечно, ну, а там он еще, помните его песню, там тоже Игоря Талькова, что, быть может, через сто веков страну не дураков, а гениев, я вернусь, я спою, вот, страны, вернувшиеся с войны, ну, сто веков не прошло еще, будем договорить, вот, но, вот, уже прошло достаточно много лет после того, как убили Игоря, вот, но до сих пор скажу так, что страна не вернулась с войны, и наши страны еще лихорадят этот дух коммунизма очень серьезно, имперский этот дух, это дух нечистый, который все еще действительно он здесь, хотя даже вот в Украине, допустим, объявлена декоммунизация, но она идет довольно очень слабо, и, ну, благодаря, конечно, христианам она духовно идет очень серьезно, то есть, здесь молятся, я вижу, молятся, каются, многие отрекаются, вот, знаете ли, но, конечно, коммуняку на геляку надо, в первую очередь, это вот в себе, вот, внутри этого коммуняку на духовную геляку именно вот Божью отправить, надо действительно, вот, именно убить коммуниста в себе, убить коммунизм в себе, внутри себя убить, чтобы душа была свободна, освободиться, и я знаю, что только лишь кровь Иисуса Христа может действительно совершить это чудо, убить коммуниста внутри тебя и родить тебя сызного, я это знаю по себе, я вчера рассказывал это вечером в прямой трансляции, кто не смотрел, не подключался, подключитесь, ну, уже видео все сохраняется, и можно будет потом это все посмотреть, и это видео, и, значит, вот вчера вечером, в начале этого такого бдения, молитвы этой, значит, ночной молитвы покаяния в коммунизме, именно ленинизме, там, сталинизме, прочих атехизмах последующих, знаете ли, в этом, освобождение этого призрака коммунизма, и это видео я снова назвал так же, как вот и вчерашнее, вот именно вечернее, вечернее столетие трагедии, 1917-2017 годы, декоммунизация сознания, покаяние. Покаяние это изменение сознания, перемены мышления, метанойя, греческое слово, и вот в Новом Завете так оно и есть, и пусть Господь благоставит нас этой переменной сознания, переменной мышления. Я буду еще подключаться чуть позже, и сейчас прервусь тоже на молитву, и, хотя, не знаю, я думаю, можно, наверное, и молитву делать, трансляции, значит, но я думаю все-таки, что молитва, она, ну, и на трансляции я тоже делаю иногда молитву, молюсь, но все-таки молитва это то, что совершается между тобой и Богом, и помолясь Отцу Твоему, Который втайне, сделаю это, и Отеца, Который видит чьи тайны, Он воздаст тебе явно. Все-таки я это обычно у себя в церкви или в гостях, когда бываю где-то, я, когда говорю о молитве, то я сравниваю это с айсбергом, айсбергом. Значит, я только раз в жизни видел, вообще-то, реальные эти айсберги, но это для меня было настолько просто шокирующее, так, знаете ли, видение, это удивительно, конечно. И вот, значит, и айсберг, он, это огромный, как бы плавающий остров ледяной просто, сверкающий, если солнце, я как раз видел при солнечной погоде, потрясающе было, черная вода такая, мне показалось, она черная, и вот эти блистающие белые острова просто плавающие. Но дух захватывает от того, что понимаешь, что даже вот эта огромная глыба, которая видна, это лишь, как говорят, верхушка айсберга, да? Основная масса, она под темной водой, она не видна. Основная масса всего это айсберга, подавляющее большинство там, она, этой глыбы, оно не видно, оно под водой. Весь этот остров, собственно, плавающий, ледяной. Интересно. И вот говорю о молитве. Есть на людях молитва, публичная молитва, церковная, религиозная молитва, там, ну, как бы, вот именно на людях совершаемая молитва. Общественная молитва, да. Никто ее не отменял, конечно, и, значит, и сам Господь Иисус, хотя он говорил приоритетно о молитве именно индивидуальной, но он практиковал и публичную молитву, вот, значит, и порой даже подчеркиваю, что это нужно не ради кого-то, а ради людей, которые здесь вот присутствуют, чтобы они уверовали, что ты меня послал, там, и прочее. То есть, как бы, значит, это было понятно, что он тоже не чурается молитвой такой публичной, и в синагоге, там не написано, что все молились, допустим, например, а он там стоял в сторонке, как бы, так вот. Вот, 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 нет, конечно, он не выделялся, он тоже совершал все, что другие совершают, вот. И когда в молитвах, там, допустим, шма читали, допустим, там, значит, в синагоге, там, я не думаю, что Иисус там воздержался, там, и не повторял эту молитву, нет, конечно же. Он не был белой вороном в этом отношении, там, и по обыкновению самому ходил в синагогу, как все остальные евреи, значит, там, и, то есть, был кошерным, нормальным, обычным евреем, все правильно, читал Торы, ему доверяли чтение Торы, значит, и из Торы он говорил слово, и по обыкновению своему тоже написано так, что все нормально было у него в этом отношении. Но, и даже когда спросили там, ученики, как молиться, он так и сказал, отче наш, то есть, не просто отец мой, а вот именно наш отец, то есть, он, опять-таки, о публичной молитве так или иначе подразумевал, значит, но, когда он именно говорил конкретно учения о молитве, практические советы, он давал учения эти именно об индивидуальной молитве, потому что коллективной молитве, в общем-то, учиться делать нечего, как бы, как говорится, делай с нами, делай как мы, делай лучше нас, то есть, в принципе, здесь в любой конфессии, в любой религии, в любой динаминации, там, значит, в любом течении, попадя, ну, может, поначалу вам будет чудно, а потом, в принципе, очень быстро человек осваивает эту внешнюю такую, как бы, часть молитвенную и, в общем-то, прочее, но беда вся в том, что очень многие люди, освоив очень быстро, знаете ли так, и потом усовершенствуя вот эту внешнюю часть, там, как перекреститься, как на колени встать, как там что-то еще, это все быстро осваивает человек, очень быстро, на самом-то деле, вот, и, значит, освоив это все внешнее, вот, если нет этой внутренней составляющей, то, конечно, все это превращается в страшную пародию, религиозную трагикомедию такую, знаете ли, это несчастье, несчастье человеческого рода в целом, значит, но поэтому Господь наш Иисус Христос, Он как раз и говорил о именно действительно вот этой глубине, самой глубине личного, индивидуального обращения к Богу, поэтому я все-таки, да, я записываю порой тоже молитвы, допустим, там, и церковные молитвы, безусловно, да, и так вот, когда видеообращение, тоже молюсь, безусловно, но все-таки настаиваю на том, что основная часть молитвы должна совершаться индивидуально, один на один с Богом, вот, и поэтому, вот, пусть Господь Бог благоставит нас всех в этом, в этом, аминь. Ну, и то, что составлю молитвы, там, я часто там некоторые молитвы, некоторые обращения, некоторые вот эти вот, как сказать, формулировки я даже там публикую и в социальных сетях, вот, у меня здесь там, и на Фейсбуке, значит, там, у меня есть там, и в блоге моем, там, Архибишоп Сергий Жуалев, там, там, там тоже есть там вот эти вот молитвы некоторые, пожалуйста, но даже повторяю, там, и я и сам порой там пользуюсь там, до сих пор пользуюсь порой там некоторыми молитвами, с молитвослова, там, значит, православного или с католического тоже некоторые использую, с протестантских некоторых молитв, молитвенные слова беру, вот, ну, не говоря уже про молитвенные слова, там, царя Давида, допустим, из псалмов беру, из Нового завета беру молитвы, там, Павлова молитвы, допустим, мне очень нравятся, то есть, но взяв чужие молитвы, я всегда понимаю, их слова, как бы используя, описанное в Библии или там в других книгах религиозных, то я стараюсь всегда наполнять их смыслом, именно своим, именно своим переживанием, своим чувством религиозным, своим именно обращением к Богу, вот, но все-таки, даже если повторяю, самые красивые молитвы и самые правильные молитвы, допустим, да, значит, теологические, там, допустим, библейские вообще, вот идеальные такие молитвы многие, но все равно я понимаю, что, ну, Бога тебе не порадуешь, а именно два-три слова сказаны изнутри самого естества человеческого, даже без слов, молитвенные вздохи наши, вот, они порой ценнее намного, чем, значит, тысячи-тысячи слов, даже самых теологические и идеологические религиозно безупречных. Пусть Господь Бог благоставит всех вас, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа, ну, завершу такие, завершу такие молитвы, благоставлю вас, словами благоставения, у нас уже по киевскому времени уже почти полседьмого время, да, идет, и уже, уже утро, ну, правда, еще темно на улице, но скоро будет светать уже. Ой, слава Богу, благоставляю всех вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Да благоставит тебя Господь и сохранит тебя, да, призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да, обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир, во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Господь Бог благоставит всех вас, дорогие друзья. Вот, в это воскресенье ближайшее вот, кстати, да, это, я сейчас посмотрю расписание, но в это воскресенье вообще-то я планирую быть здесь, в Киеве, в нашей Киевской архивископии, вот, по, как бы, по расписанию поездок служения своего, вот, и планирую быть на собрании, да, да, я буду на собрании, потому что наш благочинный, к сожалению, он не сможет быть, он работает, у нас, да, да, он работает в это воскресенье, получается, у нас священники все фактически работают, у нас в нашей архивископии только лишь я один вот, высвобожденный на полное время на служение священнослужитель, 12-е, получается, да, ноября, в это воскресенье, я буду проповедовать, я так предполагаю, что снова будет у нас отец Виктор, вот, мне очень хотелось бы его снова увидеть, может, Киева, я не знаю, но кто еще, кто из братьев будет, не знаю, посмотрим, пусть Господь благоставит вас, дорогие друзья, так, так что 12-го ноября вас всех жду, кто будет в Киеве, это в центре у нас служения, в арендованном помещении, это станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, это прям в двух шагах буквально, значит, от станции метро, перпендикулярно Кловскому спуску, ну, посмотрите там по карте, значит, там навигатору там или, в общем-то, выходя из метро, буквально через два дома, вот уже третий, это уже такая старенькая, такая постройка, такая старая постройка, это предприятие УТОС, мы там арендуем зал, значит, это вход через проходную и лифтом поднимайтесь на четвертый этаж, с 9 утра у на служение до 12 часов, получается, да, вот, если кто, сова, как говорится, жаворонком к 9 утра, совам, ну, можете прийти к 10, к 11, вот, даже последний час застать служение, вот, так что жду всех, и жавороноков, и сов, всех ожидаю на служение, вот, пусть Господь Бог благоставит, и это арендованное помещение, сейчас, конечно, тоже в Киеве нужно помещение для уже, не просто почасовая аренда, а в полное время уже нужен какой-то зал, какое-то помещение, чтобы его как-то немного переоборудовать под храм, понимаете ли, православный, чтобы, вот, оформить даже его в таком народном, таком православном, таком стиле, таком, вот, внутренний интерьер, вот, конечно, в идеале, чтобы это было собственность церковной, в идеале, но даже если это не в собственности, то хотя бы в аренду, там, на год, на два, там, не знаю, на сколько, на какое-то продолжительное время, если у вас есть такая возможность посодействовать в этом, то, значит, свяжитесь со мной обязательно, или с кем-то из наших священнослужителей, нашему богачиному звоните, допустим, это 067, Киевстаровский номер его, 323-3121, и по любым другим вопросам, также если 067-323-3121, а также, значит, вот, ну да, все, так, благоставляю вас, дорогие друзья, вот, скоро утро, уже чуть-чуть уже так уже небо уже проясняется, пусть Господь благословит вас всех, значит, и сейчас давайте уделим время молитве, такой утренней уже молитве, уже получается, после этой ночной утренняя такая молитва, час молитвы, да, пусть Бог благословит нас, и, конечно, помолитесь о действительно декоммунизации сознания, о том, чтобы действительно народы, вот, люди обратились к Богу живому, и действительно не просто налет религиозности определенный приняли в свою судьбу, в свою жизнь, семью, в свое христианство, будем так говорить, значит, не просто на шкурке соль, как я с огурцами сравнивал там, а чтобы была соль внутри, вот так вот, ладно, потом проиллюстрирую, вчера есть огурец, поговорится у меня был, съел уже его, ладно, друзья, благословляю вас всех, дорогие друзья, во имя Иисуса Христа, до встречи и на земле, и на небесах, и, ну, и в эфире, в прямом эфире, люблю, благословляю, обнимаю всех, во имя Господа Иисуса Христа, шалом, мир всем, Аллилуйя!